В Сарапульском индустриальном техникуме прошел круглый стол под названием «Эффективное взаимодействие с работодателями по практической подготовке рабочих кадров и специалистов». Вот в этом году мы еще раз представляем, к примеру, опыт работы предприятия «Комосгрупп» и «Резстрой», которые с 2017 года обучают наших студентов на своих предприятиях, и мы с ними заключили договор на оплату персональных стипендий нашим обучающимся. Предприятия рассказывают о своих преимуществах, о своих бонусах для того, чтобы молодые специалисты оставались в нашем городе, работали на наших предприятиях. Главная задача таких мероприятий – наладить плодотворное сотрудничество учебных заведений с работодателями. Такое социальное партнерство позволяет повышать качество образования, готовить высококвалифицированных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. На таких встречах работодатели и оглашают список свободных вакансий. Так, агрохолдинг «Комосгрупп» готов принять на работу выпускников индустриального техникума. «Мы с удовольствием принимали и будем принимать, готовы принимать к нам на работу выпускников сарапузского техникума. В данный момент нам очень нужны, мы ищем холодильщиков, я знаю, что здесь есть будущие выпускники. И также у нас будет расширение производства, у нас будут новые сарапки операторов-наладчиков. Это ваш вариант механиков выпускников». Рассказали работодатели и о преимуществах трудоустройства, и о перспективах профессионального развития потенциальным сотрудникам. «Нашими специалистами принимаются участия в соревнованиях не только региональных каких-то, но далее после этого там вот обозначено, значит, принимали участие мы в конкурсах WorldSkills, на которых добивались первое место даже у нас есть по Российской Федерации. Работник у нас работает, он у нас после этого стал работать уже в должности ведущего инженера в Центре реальной защиты автоматики». Также студентам-участникам круглого стола, проводимого в рамках открытого регионального чемпионата, молодые профессионалы по стандартам WorldSkills рассказали о Центре «Мой бизнес» и о том, как можно через него зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. По итогу встречи было принято решение об увеличении баз практик и расширению списка социальных партнерств по направлению наставничества, расширению списка предприятий для ознакомительных экскурсий. Также с работодателями договорились о практической подготовке студентов и совместной деятельности по подготовке специалистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!